Всем Биг Бейт привет! В этом сезоне я решил открыть для себя зимнюю рыбалку, а в частности ловлю щуки со льда на крупные приманки. Не оставляет эта тема меня в покое. К сезону подготовил себе небольшой наборчик таких приманок и в серии из двух видео хотел бы их вам показать. Начнем пожалуй с ратлинов. Ратлины это приманки, которые привлекают меня не только своей игрой, но и пожалуй своей эстетикой. Здесь у меня представлены четыре приманки. Три из них это американский рынок и одна европейский. Наверное стоит сказать несколько слов о том, чем ратлин отличается от других приманок. Прежде всего это геометрия самой приманки. Характерной чертой является утолщение в области лба. Как правило за счет этой так называемой лопаты и центрального подвеса или точки крепления к шнуру при подмотке катушкой ратлин включается в работу. И чем ближе к центру данное крепление, тем агрессивнее включается ратлин в работу, что также используется и при зимней ловле в отвес. То есть фактически при потяжках вверх ратлин включается в работу таким образом. Другой интересной особенностью ратлинов является как правило наличие нескольких точек подвесок шнуру. В первую очередь это позволяет нам разнообразить игру приманки и ее применение. Как правило если мы крепим шнур к центральной точке, то игра ратлина становится более агрессивной, поскольку рычаг между точкой крепления и краем лопаты становится больше, ратлин создает больше упор. Ну и как правило это позволяет ему играть более агрессивно. Если же мы крепим ратлин к крайней точке крепления, которая находится ближе к краю лопаты, то это позволяет ратлину играть более размашисто и менее агрессивно. Также в зимней ловле вот эта крайняя точка подвеса может быть интересна с той точки зрения, что ратлин можно заставить мормышить, если этот термин можно применить к таким огромным приманкам, но тем не менее при вертикальном отвесе приманки ей можно довольно успешно мормышить в одной точке, скажем так. Пожалуй стоит отметить еще несколько свойств ратлина. В первую очередь это свойство, за которое ратлин в общем-то и полюбился рыболовом. Это возможность быстро заглубиться, а рыболову соответственно подать приманку непосредственно под нос к рыбе. При этом ратлин умеет одну вещь делать лучше всех остальных приманок, а вторую вещь хуже. Лучше всех ратлин, как это ни печально, засаживается в коряги, и как правило если он садится в коряги, то это мертвый зацеп, а хуже всех он из этих коряг вызволяется. Поэтому при ловле в отвес, со льда, в крепких местах необходимо соблюдать осторожность, использовать обязательно эхолот и иметь с собой классический отцеп для того, чтобы как-то попытаться вызволить своего любимца из цепких коряг. Ну что, перейдем к самим приманкам. Название приманок я буду говорить на русском, английском, так что любители чистого произношения прошу меня заранее простить. Данная приманка называется Salma Giant Chubby. Чабики, как их называют в народе, довольно интересная и распространенная приманка. Как правило, конечно, это приманки гораздо меньших размеров, но Salma порадовала нас, любители крупных приманок выпустил такого гигантского ратлина. Как мы видим, у данного ратлина нету одной из характерных черт ратлина, мощной плоской лопаты в верхней части головы, но при этом за счет геометрии расположения центрального подвеса это классическая по игре приманка, называемая ратлин. Другой интересной особенностью Chubby является довольно острый киль, что позволяет при его весе практически моментально заглубляться. Кстати, размеры приманки примерно 140 мм в длину и примерно 92 грамма веса. Почему примерно? Потому что у Salma на самом деле вот эти параметры от приманки и приманки довольно сильно разнятся. Очень интересная приманка, быстро тонет, агрессивно играет, для выманивания щуки из потайных мест очень хорошо подходит. Крючки, как правило, точнее не то, что как правило, а традиционно для Salma довольно посредственного качества, поэтому при желании их можно заменить. Я обычно не меняю, а подтачиваю, пока они у меня не разогнутся и не поломаются в корягах. После этого меняю. Идем дальше. Это уже американская приманка. Есть такая в Америке фирма, называется House или Chaos, как они бы это сказали. Отличительной особенностью данного ратлина является то, что он резиновый, так называемый. То есть это мягкотелая приманка. Выполнено литье достаточно качественно. Это классический ратлин. Мы видим здесь широкая лопата, центральное крепление. Ну и, в общем-то, его игра. Она довольно традиционная и стандартная для ратлина. Я проверил его уже в игре на вертикальных подбросах. Он отлично заводится, чувствуется даже в мою глухую зимнюю снасть. Вот его игра. Приманка достаточно интересная. Сам резиновый ратлин для меня довольно диковинная приманка. Вес у него порядка 150 грамм. А его размер примерно составляет 150-160 миллиметров. Такой интересный кирпичик быстротонущий. Оставшиеся две приманки представлены у меня компанией H2O. Это также компания с американского рынка. Называются они Barbarian и Barbarian Tail. Отличаются, соответственно, один от другого наличием хвоста. Давайте рассмотрим поближе хвостатого. Чем мне понравились приманки H2O? В первую очередь, это их объемом. То есть, это довольно мощные массивные приманки, имеющие две точки подвеса, что позволяет разнообразить игру. Это, как по мне, особенно актуально при ловле в отвес зимой со льда. Ну и также наличие хвоста заставляет конкретно эту приманку быть более вальяжной, на спуске и при игре на потяжках. Что пассивную щуку, как мне представляется, должно привлекать. Другой отличительной особенностью данной приманки является наличие резьбы в нижней части. Данная резьба предназначена для фиксации здесь огрузки. Несмотря на довольно внушительные размеры данной приманки, а ее длина вместе с хвостом это порядка 25-27 сантиметров и весе 136 грамм, тонет она довольно медленно. Не сказать, что это прямо slow-sinking модель, да? Но хотелось бы, чтобы она тонула быстрее. Поэтому данная опция достаточно актуальна. Хвост здесь выполняет роль своеобразного парашюта. Поэтому цеплять огрузку, наверное, иногда придется. Поэтому хорошо, что производитель данную опцию предусмотрел и уже в той конкретной точке, которая по логике должна быть наиболее эффективна для дополнительной огрузки приманки. При этом надо сказать, что частенько щука реагирует на пассивную рыбу и парашют в виде хвоста при игре и на месте при таком мормышинге и при более активных подбросах приманки в зоне нахождения рыбы вероятно, позволит ее соблазнить. Надеюсь, проверить это на практике. Давайте чуть ближе посмотрим на версию без хвоста. Здесь, поскольку нету хвоста и нету парашюта, который дает этот хвост, ратлин тонет быстрее. Поэтому, наверное, здесь огрузка будет для меня не так актуальна. По крайней мере, на стоячих водоемах на Волге будем смотреть, что называется. Так, приманки выполнены довольно качественно. Особенно, если делать скидку на то, что это американский рынок. Я считаю, что для американского рынка это практически идеальное исполнение. Конечно, оно не идет ни в какое сравнение с европейским и тем более с японскими приманками. Тем не менее, довольно приятно выполнены приманки. Крючки, как мне представляется, избыточного размера на данных приманках. Но, есть такая приманка Big Bandit, на которые они пойдут просто замечательно. Что я, собственно, и собираюсь делать. А сюда тройки или четверки стандартной компоновки с коротким цевьем. Думаю, должны пойти неплохо. На этом я свой обзор заканчиваю, ребята. Спасибо большое, что смотрели данное видео. Надеюсь, любителям ловли на крупные приманки оно было интересно. И кто-то узнал для себя что-то новое. С наступившим Новым Годом! Отличного зимнего сезона! Всем пока!